Девушки отдыхают Уникальная возможность ездить по городу абсолютно бесплатно и еще заработать денег, так сказать, в плюс. Так что, скорее давайте в козырную маршрутку! Сегодня в программе. Наши ведущие готовы на все, чтобы заманить участников в козырную маршрутку. Шампанское, работа, вино, шашлык любишь? Люди с улиц желают участникам только счастья. Всего самого наилучшего, девушку классную. А все вместе они дадут жару. Под хип-хоп! Да! Да! А! Да! Козырная маршрутка. Подвезти до работы быстро. Козырная маршрутка. Кого подвезти? До работы вас подвезти? Здравствуйте. Здравствуйте. До работы подвезти? Нет? Я что, Марта, Марта, я губы не накрасил. Глаза нормально подвел? Посмотри. Нормально? Чего мне все отказывают? Все? Давай дальше. Молодой человек, ну куда? Они все в наушниках. Я хочу внести закон об отмене наушников. Никто меня не слышит. Привет. Куда ты едешь? Я никуда не еду. Ты уже здесь находишься на месте? Да, я уже здесь. Ну, давай тогда прокатимся на нашей козырной маршрутке, и я тебе дам шанс заработать денег. Это лимузин с девочкой, с клубной музыкой, дископол, шампанское, вино. Шашлык любишь? У нас есть чипсы, орешки. Спасибо, нет. Сок любишь пить? Нет, не люблю. А компотик? У Марты мама знаешь, какой компот делает? Борщ любишь? Я тебе говорил, что компот не очень. Идем. Молодой человек, здравствуйте. Куда вы так спешите? На работу. Где вы работаете? Остелев. Я вам предлагаю сделать небольшой кружок вокруг вашей работы и дам вам шанс заработать полтысячи гривен. Конечно же, куча конкурсов, дископол и лимузин. Ну, это самое главное. Это моя козырная маршрутка. Я из лимузина сделал маршрутку. Вы крутой. Ну, так что, покатаемся? Давайте покатаемся. Поехали. Хух. Подходит тебе, нравится? Ну, все, пошли. Она просто мальчика выбирает, я девочек. Вот так. Работаем на камеру. Да, мы работаем на камеру. А ну, подождите секундочку. Виктор от души накормит любого. Ну, и сам не прочь заработать денег в козырной маршрутке и потратить их на вкусную еду. Куда мы едем? Мы поехали на Крещатик. Все, едем на Крещатик. Водитель, на Крещатик! Наш лимузин едет по маршруту, который выберет участник. По пути его ожидают три остановки с заданиями. За каждое выполненное задание участник получает деньги. В пути между остановками участник отвечает на вопросы и за правильные ответы тоже получает деньги. Если участник не выполняет одно из заданий, он забирает выигранные на данный момент деньги. Если участник выполняет все задания и отвечает на все вопросы, он получает наш игровой максимум полтысячи гривен. Ну что же, приступим к вопросам? Окей. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, что значит, если немец вам говорит «Fill er folk»? Варианты ответа. А. Видео для взрослых. Б. Приятно познакомиться. В. Удачи. Г. Передаем за проезд. В. В? Нет. Откуда вы это знаешь? Ну, я не знаю, догадываюсь просто. А ты учил немецкий? Нет. Ты учил английский. Какой ты вообще учил язык? В. Вообще английский нет. И хорошо на нем разговариваешь? Нет, не хорошо. То есть, если ты разговариваешь плохо на английском, значит, ты неплохо знаешь немецкий. Это правильный ответ. Я тебя поздравляю, ты заработал 50 гривен. Очень легко, очень просто. И вот мы с тобой уже приехали к остановке, на которой ты будешь выполнять первое задание. Оно называется «Желаю удачи». Если ты справляешься с этим заданием, ты заработаешь 100 гривен. Окей. Правило этого задания. Ты должен за три минуты найти 10 человек, которые тебе скажут разные пожелания. Ну, счастье, здоровье, удачи, как у нас принято на дне рождения. Марта один раз такой тост загнула, короче, что мой друг заплакал, бутылку о пол разбил, там вообще на колени упал. Представляешь? После этого она не говорит. Ее попросили молчать, потому что так бы все б уже плакали. И ты тоже. Ну что, поехали выполнять задание? Поехали. Идет. Итак, Виктор, у тебя на все про все есть три минуты. Я тебе решил помочь. Держи этот праздничный колпак. Давай, одевай его. Говори всем, что у тебя день рождения, так тебе больше будут говорить комплиментов. Все-таки как-то не обидеть именинника. Время пошло. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи какой-нибудь. Удачи? Да. На сегодня или на вообще? На сегодня. У меня семья именинная, нужно что-то пожелать. Всего самого наилучшего. Девушку классную. Та, которая до души будет. И желание, чтобы ваше сесть, были даже те, которые вы не думаете. Все, спасибо большое. А пока наш Виктор собирает пожелания, мы хотим с Марта его поздравить отдельно. Виктор, хочу тебе пожелать счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Девушка, пожелайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Что-нибудь? Да. Счастье? У вас что сегодня? День рождения, мне сегодня нужно пожелать что-нибудь. А, ну здоровья вам, счастья всего, но и лучше, чтобы в вашей жизни все получалось так, как вы себе планируете. Спасибо большое. Пожалуйста. Счастья, здоровья. Не, ну слушай, счастья мало не бывает. И здоровья тоже, кстати, мало не бывает. Поэтому счастье, здоровье, счастье, здоровье. Сегодня именинный, пожелайте что-нибудь. Счастья, здоровья. Нет, ну уже такое было. Уже пожелали такого. Нужно что-нибудь другое. Спасибо большое. Прошло уже две минуты. Денежки и много денег. И полтысячи гривен. Ну в конце нашей передачи. Если он, конечно, все испытания исполнит. Уважаю те, что счастьем... Вам, чекай. Тебя, что счастьем злут люди. Хай... Время-то идет. Хай смешка не сгаснет с лица. Хай життя ваше письмою будет. А твой письм не будет конца. Спасибо большое. Девушка, пожелайте, пожалуйста, что-нибудь хорошего мне. Ну осталось три минуты, девушка. Ну пожелайте, пожалуйста. Я тоже спишу, девушка. Я понял вас. Ну пожелайте мне, пожалуйста. Пожелайте. У меня день рождения. Я хочу праздник. Мне никто никогда ничего не желал. Я хочу. Вот как ты думаешь, если я вот так пойду в магазин, мне айфон купят? Да? Пожелайте сегодня. У меня день рождения, да, сегодня. Пожелайте. Пожелайте. Уважаю вам всякие европейцы. Он наибольший мой будет. Спасибо. 30 секунд. Девушка, девушка, пожелайте, пожалуйста, мне сегодня день рождения. Пожелайте. Стоит рождения. Да. Детей красивых, жену добрую. Вот, спасибо большое. Ох. Смотри, он уже целуется с кем-то. Сколько? Да, уже нормально, уже много. Давай, у тебя осталось 15 секунд. Девушка, пожелайте мне самого наилучшего. Какого-нибудь дня рождения, пожелайте мне что-нибудь хорошее. Четыре. Я вас прошу, девушка, пожелайте что-нибудь, каких-то новых слов, пожалуйста, быстрее, девушка. Одна. Смотри, одна такая секундочка. Понятно, спасибо. Одна с половиночкой. Все, время. Время. Ну что, как твои дела? Не справился немного. Ну, к сожалению, ты проиграл в этом конкурсе. Ну, у меня есть для тебя хорошая новость. Ты выиграл 50 гривен. Так что точно сможешь на эти деньги пойти накрещать их погулять. Только секундочку, я за баблом. Если я вас в следующий раз увижу, я в любом случае соглашусь с вами покататься. Однозначно. А вот и есть деньгами. Марта, верни деньги, верни ему деньги. Это его приз. Заслуженный. Я тебя поздравляю. Было классно с тобой прокатиться, хотя это было совсем чуть-чуть. Ну, ищи нас на остановках. А мы побежали. Пока. Давай. Давай, давай, давай. Знаешь, Марта, хочу найти какого-то интересного, красивого, галантного мужчину, который бы смог выполнить все конкурсы, заработать денег, стать на колено, показал тебе кольцо и сказал, Марта, выходи за меня. Я не хочу больше, чтобы ты была обузой у Ивана. Хочу, чтобы ты мучила меня. Я верю в это. Ты знаешь, кто-то все-таки придет и заберет тебя. Но я даже не знаю, насколько надо быть глупым, чтобы это сделать. О, а вот и парень. Привет. Привет. Куда-то спешишь? Нет. Отдыхаешь? Ну, да. Смотри, у меня там лимузин стоит, моя козырная маршрутка. Я готов тебя подвезти туда, куда ты скажешь. И еще дать тебе шанс заработать денег. Полтысячи гривен. Ну, конечно же, если ты выполнишь все мои задания и ответишь на вопросы. А мы к Киму можем проехать. Нет, мы ее не берем, я беру только тебя. Понимаешь, ну, Марта ревнивая, она, как бы, когда видит девочку, она так не очень. Ну, хорошо, да, мы поехали. Ты меня прости, но он тебя любит. Я знаю. Ты у него в сердце останешься навсегда, а он у тебя останется в голове. Ну, потому что у тебя в голове сердце. Да, я сразу не надякую. Пожалуйста. Ну, она же поняла, как я пошел, да? Да, да. А, все, погнали. Прошу, козырная маршрутка. Привет, меня зовут Ваня. Привет, Вова. Владимир – представитель творческой профессии. Снимать на камеру и снимать деньги в банкомате любит одинаково сильно. Очень приятно. Как тебе наша маршрутка? Очень даже. Ты знаешь, вот для себя ее делал и для окружающих, чтобы вот прийти, лечь, расслабиться в пробочке. Кстати, хочешь массаж? Марта сделает спокойный массаж ног. Денег хочешь? Ну, если деньги выиграешь, она тебе массаж сделает. Расскажи мне, как ты проводишь свое свободное время? В общем, с друзьями чаще всего проводил. А танцевать любишь? Танцевать любим. Самое долгое время, которое ты протанцевал? Наверное, около суток. Это много, как ты думаешь? Я думаю, это много. А теперь ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Если на него ответишь правильно, заработаешь 50 гривен. Сколько времени занял самый длительный танец в мире? Варианты ответов. 260 часов, 75 часов, 530 часов, 130 часов. Ну, ты уже понял, что ты пролетаешь со своими сутками. Я думаю, 130. 130 часов. Сколько это, если разбить на дни? Ну, получается около… Около 5,5 дней. Около 5,5 дней. Представляешь, танцевать он стопом 5,5 дней. Ну, ты сейчас вот это все и представил. Твой окончательный ответ? Сейчас, сейчас, сейчас. Да, 130. Марта, ты столько танцевала? Это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Действительно, самый длительный танец это 130 часов. Вариант Г. Ты заработал 50 гривен. Мы едем к остановке, на которой ты сможешь заработать еще 100 гривен, если правильно выполнишь наше задание. Вообще, любишь танцевать? Вообще, да, очень люблю. Я занимался в детстве танцами. Какими? И бальными, и современными брейк-дансами занимался. А, значит, ты точно умеешь делать движение, знаешь, как бы шлепаешь по заднице кого-то. И вот такое вот, да? Ну, вот как раз это задание для тебя. Оно называется «Танцуй, как я». Ты должен найти пять прохожих людей и показать им элементы этого движения. Как будто ты кого-то шлепаешь. Если ты готов, лимузин ждет, остановка готова. Поехали, выходим. Сейчас потанцую с тобой. Как я люблю это. О, посмотри, сколько людей. Я чувствую, им скучно точно. Главное, чтобы им танец нравился. Марта, принеси мне бумбокс. А пока она несет бумбокс, я тебе напоминаю правило. Ты должен найти пять людей, для них станцевать отдельно. Если они танцуют вместе с тобой, ты выполнил задание. На все у тебя есть три минуты, его выполняешь, выигрываешь сто гривен. Вот бумбокс. Вот секундомер. Сколько времени еще раз меня есть? Три минуты. Три минуты. Ты готов? Да, я готов. Время пошло. Поехали. Танцуй на здоровье. Время идет. А он уже к девчонкам пошел. Одно легкое движение. Повторите со мной танцевальное вдвоем. Пожалуйста. Подходит к ним такой, говорит, девочки, давайте я с вами потанцую. Музычку можно? Смотрите, девушка, ну пожалуйста, очень надо. А девочки такие говорят, а я как бы и не знаю. А нет, смотри, они уже шлепают попку. Смотрите, давайте вот так делаем. РНБ. Все, пять секунд есть. Спасибо большое за вас. Мне нравится это движение. О, можно вас попросить? Прошла минута. Бери малыша. Малыш умеет танцать. Малыш, ну пожалуйста, очень выручен. Давай. Вот так, давай, давай, давай. Смотри, все. А, е. Блин, ты понимаешь, приходит на лой такой домой. У него мама спрашивает, сынок, чему ты научился в школе? Он показывает, ну вот, вот этому движению. Все, пять. Я тебя поздравляю. Ты выиграл сто гривен. Тебе это вообще очень легко удалось. И мне понравилось, как ты танцуешь. Спасибо. Пойдем в лимузин. Я тебе дам шанс еще заработать пару сотен гривен. Далее в программе. Сенсация. Женская ревность заставит Марту заговорить. А, Лена. А, Леночка. А, ты как ламиночка не пишешь мужу моему, пожалуйста. Лучшее горожанам. Чистим обувь с любовью и абсолютно бесплатно. Ладно, так сейчас. Оставайтесь с нами. Я тебя поздравляю еще раз. Очень легкая победа. 100 гривен плюс еще правильный ответ. Ты заработал уже 150 гривен. Мы с тобой едем дальше к следующей остановке, где ты тоже можешь заработать бит. А пока что я тебе еще задам парочку вопросов. Итак, первый вопрос. Правда ли, что в английском варианте игра верю-не верю называется be or not be? Ты вообще... Думаю, да. Думаешь, да? Мне кажется, be or not be это как... Ну, быть не быть. Be это не бисексуал? Не, ну. Так, как ты думаешь? Нет, я, наверное, меняю решение, думаю, что неправда. Это твой окончательный вариант? Да. Я тебя поздравляю, это правильный ответ. И если ты сейчас отвечаешь правильно на второй вопрос, ты заработал 50 гривен. Правда ли, что изначально знаменитая троица трус, балбес и бывалый назывались трус, врун и бывалый? Мне кажется, что правда. Хорошо, я тебе сейчас скажу, какой правильный ответ, да? Я буду центральным. Это неправильный ответ. К сожалению, прости меня, но нет. Изначально эти персонажи так и назывались. Трус, балбес и бывалый. К сожалению, ты не заработал 50 гривен на вопросах, но мы едем к остановке, где у тебя есть шанс заработать 100 гривен. На испытаниях ты получше работаешь, чем на вопросах, поэтому тут я в тебе не сомневаюсь. Итак, задание, которое тебя ждет на остановке. Ты должен попросить трех прохожих подтвердить в телефон, что ты действительно на съемках. Это объяснять ты должен своей девушке. А девушкой твоей сегодня будет Марта. И если эти все трое людей подтвердят в телефон, что ты на съемках и будут тебя честно оправдывать, ты заработаешь 100 гривен. Райла, понял? Понял. На все у тебя три минуты. Ну, удачи. Спасибо. Погнал. Итак, вот телефон. Я жду классной реакции. Только девушек. Вон две красивых идут. Время пошло. Побежал их ловить. Смотрите, ребята, а можно помочь? Пожалуйста. Можете сказать моей девушке, что я на съемках? Так, прошло 15 секунд, а еще ни одна девушка не подошла и не взяла трубку. Ребята, извините, а можно вашу помощь небольшую? Вы не могли бы моей девушке сказать, что я сейчас на съемках? Да, конечно. Да, скажите. Алло. Алло, да. А кто это? Ваш парень подошел ко мне на улицу и попросил сказать о том, что он на съемках. Все, спасибо. Условия сбежали. Спасибо. Пока всех наберет, пока скажет, пока все сделает. Ну, 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 вот выходят с магазина. Девушки. Поспеши! О, вот две девушки. Ну, давайте же, ну, давайте. Девушки, здравствуйте, а можно вас попросить на большую помощь? Скажите моей девушке, что я на съемках. Ты на съемках? Да, вот скажите. Да, скажите. Он на съемках, прямо тут камера. Алло, да, да, я слышу, что это? Не знаю, нас поймал какой-то мальчик и говорит, что он на съемках. Я снимаюсь. Снимает, там камеры везде. А вы кто вообще? Как вас зовут? Не знаю, случайный прохожий. Спасибо, что условия выполнили. Хорошо. Спасибо. Ребята, извините, пожалуйста. А не могли бы у моей девушки сказать, что я на съемках? Вот просто с вас сказать, а? Здравствуйте. Ваш парень на съемках. Камера? Да, кто это, я с кем я разговариваю. Да, это прохожая. Случайная. Это прохожая? Случайная? Да. У него очень часто эти прохожие случайные. Это тоже вот девушка. Да, я не знаю, скажите. Лена. 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 А, Леночка. Ну, конечно. А ты калами ночами пишешь мужу моему по маске? Да. Все, спасибо. Условия выполнили. Спасибо большое. Что, я успел? Ты все успел, как всегда, с запасом. Я тебя поздравляю. 100 гривен будут скоро греть твой карман. А мы садимся в лимузин и едем дальше. Я тебя поздравляю. Ты заработал еще 100 гривен. В твоей копилке теперь 250 гривен. Здорово. Ну, это уже нормальная сумма. Мы едем к университету. Там ты выполняешь финальное задание. За него ты можешь заработать 150 гривен. А пока мы с тобой подъезжаем к остановке, я тебе хочу последний раз задать вопросы. Если на них отвечаешь правильно, заработаешь 50 гривен. Готов? Готов. Поехали. Первый вопрос. У Петра Первого, несмотря на его рост в 2 метра, был очень маленький нос, размер ноги, рот. То, о чем вы подумали. Петр Первый. Если мы говорим уже о контрасте роста и чего-то другого, то я думаю, что это размер ноги. Окей. Это вариант Б. И это правильный вариант. Я тебя поздравляю. Несмотря на его огромный рост в 2 метра, у него был очень маленький размер ноги. Второй вопрос. Какой размер ноги у Памелы Андерса? 36-й. Б – 39-й. В – 40-й. Г – 42-й. Мне кажется, она не маленькая девушка. Ну, возможно, 42-й, я думаю. Блин, это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Ты близок к призу. Ты близок к 50 гривнам. Третий вопрос. Соберись. Отвечаешь правильно – получаешь 50 гривен. В какой стране выпускается больше всего пар обуви в год? А – Франция. Б – Италия. В – США. Г – Германия. Мне кажется, Италия. Итальянская обувь считается достаточно хорошего качества. Он ответил правильно. Правильно, это Италия. Ты заработал 50 гривен. Спасибо. Супер. Теперь на твоем счету 300 гривен. Мы сейчас подъезжаем к остановке, и если ты правильно выполняешь задание, ты получаешь 150 гривен. Итак, что тебя ждет на последней остановке? Твоя задача – найти пятерых человек и за пять минут почистить им обувь. Ну, конечно, не бери с них ни копеечки. Деньги мы тебе будем давать за это. Окей. Я думаю, получится. Главное – очисти хорошо. Ну, чтоб потом осталось. От души. С любовью. Ты готов? Готов. Поехали. Я желаю тебе удачи. Я надеюсь, что ты заработаешь эти деньги. Время пошло. Спасибо. Дорогие друзья, здравствуйте. Подходите к нам, пожалуйста. Чистите обувь. Почистим обувь. Девушка, обувь почистить. Можно вам почистить обувь? Солдатики, почистить вам обувь? Мальчики нет? Пожалуйста. Ну, конечно, девочек нашел. Давайте, ставь. О, какая грязная обувь. Давай, давай, давай. Ставь, 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 ставь. Сбоку хорошо чистить. Много грязи. Так. Есть. Давай следующий. Давай, следующий. Ага. Ну, неплохо. Мне даже нравится. Ой, блестит уже как. Мне глаза по глазам бьет. Он вторую же сразу берет. Отлично. Вторую давай. Красиво. А крема нету, не готово? Подожди, надо... Есть. Так. Я слышал так лучше чисто. Все, двое людей есть. Следующий. Ищем, ищем, ищем. Дорогие друзья, не стесняйтесь. Кому-то надо обувь почистить. Легко. Мадовый человек, я вижу, вам надо почистить обувь. Так, где же наши... Надо кроссовочки тебе почистить. Девушка, давай я тебя почищу, пожалуйста. О, класс. Мне кажется, ты очень любвеобильный. Я безумный. Две минуты ты чистишь обувь одним девушкам. Так не честно. Честно. Ты же обаяшка. Сводишь, дам с ума, она даже прям растерялась. Не знает, куда деться. Вот я хочу, чтобы ты военного в фуражке взял ему и почистил. Это... Давай усатого. Не, Марта, тебе нельзя, иди сюда. Виктор Федорович, здравствуйте. Можно я вам почищу обувь? Очень нравится. Спасибо, мы сами. Вот видишь, военный сразу понимает, что ты в этом непрофессионал. Девушки, можно... Две минуты прошло. Я обувь почищу бесплатно. Просто так, давайте. Здесь. Ставьте ножичку. Отлично. Доведем. Давайте следующую. Боже, как прекрасно. Оленя, вытри. Все? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Иван. Стоп, секунду. Я хочу, чтобы пятый был именно мальчик. Хватит девочек. Парни, стойте. Можно остаться секунду? Обувь почищу одному. Пожалуйста, хотя бы. Очень выручите. Ребята, это мой раб. Смотри, надо поплевать. Хочешь, будет тебе кушать, готовить. Отлично, следуй. Ну, хорошо, что мой раб тебе может их почистить нормально. И вот с блестящими будешь идти. Прекрасно. Три с половиной минуты, и ты справился с этим заданием. Я тебя поздравляю, ты выиграл 150 гуров. И общий твой счет составляет 450. Куда потратишь эти деньги? Думаю, протанцую их сегодня. Наберешь меня, я пойду сегодня с тобой танцевать. Заодно лимудин возьмем. Пойдем. Она плохо танцует. Помнишь, я тебе говорю? Я научу, я же умею. А, ты умеешь учить танцевать. Итак, пока ты тут стоишь с Марта, я пошел за деньгами. Жди меня. Ну что, дружище, вот твои честно заработанные денежки, да, эти освежут. Ты сегодня хорошенько поработал, попотел. Все-таки эти деньги пахнут весельем, радостью и настоящим фаном. Держи. Потрать эти деньги только на себя. Мне очень понравилось с тобой играть. Удачи тебе. И увидимся в клубе. Марта, поехали. А у нас еще есть дела. Идем, идем. Все, спасибо, Леон, пока. Все, мы погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok